Вот, казалось бы, совсем недавно, в 90-е годы, мы с вами смотрели, в 94-м году, как проходил съезд Духовного управления мусульман Европейской части России. Люди жаждали новый глоток, новый дух ислама, но мало что знали об исламе. Не было ни книг, ни инфраструктур, ни мечети, ни медресе, ни хафизов Курана. Фактически продолжали или возрождали с нуля. Сегодня же, благодаря поколению имамов, которые обучались в советское время в Бухаре и в Ташкенте, мы смогли на этом фундаменте, новое поколение, продолжить их созидательный труд и передать уже новому поколению все то, что было наработано в советский период и в годы перестройки. Думаю, что многие бы наши отцы, увидев то, что достигнуто сейчас, были бы крайне удивлены. Я напомню, что до 1991 года в Российской Федерации действовало всего лишь 100 мусульманских храмов. А сейчас, как вы помните, Равиль Хазрат озвучил цифру, 8 тысяч мечетей за последние 20 с лишним лет были построены в разных уголках нашей страны. Их количество стремительно увеличивается и в Республике Дагестан, Республике Чечня, в Республике Татарстан и Башкортостан. Я уверен, вы и сами лично были гостями многих этих торжественных мероприятий и увидели те колоссальные изменения, которые произошли в мусульманских республиках нашей страны. Поэтому мы, российские мусульмане, с огромным воодушевлением, с надеждой смотрим на будущее. Накануне нашего съезда Равиль Хазрат дал интервью одному из ведущих информационных агентств и сказал, что в Москве, в столице Российской Федерации, проживает от 3-4 миллионов мусульман. Действительно, ведь осознать, что в Москве, в Московской области проживают 4 миллиона мусульман, это можно сопоставить с размерами многих европейских государств, некоторых азиатских государств. Это огромная цифра, которую нужно окормлять, созидать, нужно для них строить храмы, возрождать институты, чтобы вся эта огромная масса людей были добропорядочными гражданами, служили своему Отечеству, но прежде всего сохраняли свою идентичность мусульманина и свою религиозную и национальную принадлежность. Вот с такими непростыми задачами новое поколение имамов вступает в новую эпоху. А вы обратили внимание, что большое количество делегатов нашего съезда – это уже молодые имамы, это вчерашние выпускники наших религиозных учебных заведений. И поэтому прав Раиль Хазрат, который обратил внимание, что необходимо и повышать духовный ценз, возраст, чтобы человек, который претендует на высокий духовный пост, обладал огромным опытом, наставничеством, прекрасным религиозным образованием, глубокими научными, богословскими познаниями, дабы от того, как он формирует, как он доносит до своих прихожан, до верующих людей, и, что еще важно, и до тех, которые не нашли путь к храму, не нашли путь к мечетям, будет зависеть мир и обстановка в нашем государстве. Субтитры создавал DimaTorzok